приветствуем вас на канале бурмик с вами дядь миша и конечно же дина мы находимся в аэропорту елизова а значит мы летим в отпуск сегодня 14 июля 2024 года куда мы летим то у нас целая турне получится в этот раз и пункт назначения номер один это славный город казань не будем раскрывать всех секретов потому что в этот раз мы покажем вам те места где прежде не бывали а тем самым я надеюсь заинтересовать вас и продолжить смотреть наши тем более мы точно знаем что нас уже некоторые ждут прям подталкивают давайте давайте быстрее снимайте а сейчас мы идем на регистрацию а встретимся уже в казани друзья привет сегодня наше первое утро в казани ясное солнечное жаркое уже сейчас 24 градуса днем обещает быть еще больше 29 тем не менее мы полны сил энергии и готовы вам рассказать как мы сюда добрались кстати друзья мы проснулись сегодня в пять часов а сейчас уже сколько 9 9 утра и мы находимся где сквер филармония скажем так центровым местом которого является вот этот памятник татарскому певцу рашиду вагапову по-моему ничего не забыла все правильно ну и конечно же нашим постоянным зрителям интересно как бы доехали почему сразу так с места в карьеры сразу из парка из какого из сквера а долетели друзья очень хорошо точнее устали конечно к собаке давайте по порядку во-первых петропавловский нас быстро посадили летели мы хорошо немножко бултыхала обед был прекрасным мы так славненько покушали а вот когда прилетели в москву да пришлось немножко посидеть самолетик нам долго не подвозили трапы долго не выпускали на улицу не было автобуса а мы немножко волновались от того что у нас совсем небольшое стыковочное время было но тем не менее вышли сели приехали и в положенный срок уже сидели в самолете на казани нет тут самое поспешила прям да да вы успели даже прогуляться немножко по аэропорту шереметьево в принципе ничего не изменилось те же самые иконские цены куча народу единственно что появились бесплатные фонтанчики с питьевой водой я считаю так хорошо а потом мы загрузились самолет который летит на казань буквально за час 10 минут добрались до казани между петропавловской москвой не удалось поспать а между к москвой и казани вообще час час 10 какой там спать вообще сложности мы в дороге провели больше 12 часов конечно нас это очень сильно вымотала но тем не менее миша вечером по приезду подожди опять ты забегаешь вперед в казани то нам опять пришлось сидеть почему-то опять 20 минут не выпускали из самолета потом все как-то медленно но опять таки нам повезло потому что наши чемоданы были в числе пяти первых мы их быстренько взяли и к нашей радости нас встречала доча а уже стемнело и плюс нас встречала хозяйка квартиры которую мы снимаем лариса это хозяйка квартиры предложила нам трансфер всего за 500 рублей но это здорово как ты выходишь самолета тебя уже встретили и не за дорого отвезли на квартиру за одно тебе все рассказали по дороге ну да это адекватная цена для поездки от аэропорта в город так что нас прекрасно легко и красиво доставили до места нашего проживания по ночной казани ну а теперь немножко о квартире мы живем в самом обычном спальном районе города это не какая-то парадная казань поэтому видим все ее недостатки увы и ах дом наш очень старый как бы здесь беда всех старых домов это наличие насекомых поэтому они соседствуют с нами в одной квартире и мы конечно огорошены этим соседством но как бы уже принимаем это как данность потому что цена квартиры нас устроила цена квартиры за 6 ночей мы заплатили всего 12 тысяч и плюс квартира то сама по себе да она как не евро ремонт все старенькая и мебель старенькая но она уютная она хорошенькая все есть я бы не сказала что уютно но то что все есть для жизни да это правда ну вот вы теперь видели условия в которых мы живем конечно же рыжие твари отравляют нам немножко существование здесь но в общем и целом нормальная квартира есть крыша над головой есть горячая вода холодильник стиральная машина гладильная доска утюг сушилка в общем все что нужно для жизни здесь есть ну а самое главное ее преимущество это район прекрасный район все рядом гуляй не хочу получаю удовольствие не хочу в общем живем и радуемся и мы сегодня утром поднялись приготовили себе завтрак благодаря тому что накануне миша нашел себе силы и сходил в ленту она находится буквально вот не знаю в двухстах метрах наверно от нас 300 метров лента находится в казан в казанмоле и она круглосуточная и когда мы уже приехали домой вот ночью вечером дина сказал я горит уже не пойду у меня горит сил вообще нет ну а мы с дашей на бодряках груб побежали поверх надо и утром позавтракать и во вторых я был чертовски голодный и вот мы с дашей пошли в казанмол в ленту набрали продуктов на завтрак потом зашли в шаурмичку взяли шаурмы причем мне и даши у меня шаурма ужасная была вот реально ужасная и курицы мало и самая сплошная квашеная капуста да а у даши куски мяса такие прям такой салат свежий вкусный короче повар для даши расстарался перед тобой стараться она девушка знатная красивая вот вот так что-то так что если вы молодой красивый задорная еще и девушка да то вам у вас есть шанс хорошо пообедать шаурмички да вот такие вот такая вот история но мы продолжаем гулять по скверу филаром они и да сейчас кстати зайдем и посмотрим что здесь дают на местной сцене может быть сходим сюда на какой-нибудь концерт ну а что интересного случится в этот день мы вам обязательно покажем и расскажем где-то везде качеля найдет а что это за район кстати да вот это улица спартакская вот это очень сложные для запоминания название улица айрата хайрулина дом 5 корпус 2 а вот сюда поворачиваемся а тут уже казань мол а это дина ну и как вам не показать плоский дом он находится как раз на против казан мол а центрального входа вот за что можно любить отпуск его можно любить только за то что у тебя появляется возможность пробовать что-то необычное что-то новое вот сегодня у меня тарию вот такая красота на тарелке это десерт мы зашли в кафе миловито она называется и вот здесь вот я просто взглянув на него поняла что я хочу знать что это такое сейчас попробую а потом вам расскажу насколько это вкусно или нет ну такой тоже исключать нельзя жалко такую красоту портить видели да тут еще вон серединка есть теперь свое отношение должна к этому сказать да но мне кажется я его от счастья уже выдала это было очень вкусно это было не сладко как я люблю это было очень нежно и очень необычно и в принципе относительно недорого я ожидала что счет будет баснословно он такой и щадящий поэтому 460 рублей стоит это первое жилье продолжаем гулять по казани дальше нас везет на метро посмотрим что за казанское метро я надеюсь вам тоже интересно суконная слобода будем ее живем стоит поездка на метро 38 рублей а у нас на автобусе 40 вот так то ну и вот такое казанское метро ну довольно симпатичная вам скажу не так дорого-богато как в москве или санкт-петербурге ну миленько приехали на площадь габдула тукая и теперь идем куда мы идем мы сейчас идем кафешечку нашу любимую морозовку а может попробуем чего что-нибудь новенькое а метро как видите прикольная мы вышли из метро у торгового центра кольцо путь до морозовки был не близкий до в гору до пожаре но мы решительно шли к своей цели упор на них вот так морозовка это очень популярное место поэтому для того чтобы сюда прийти стопроцентно попасть нужно забронировать место заблаговременно мы этого не сделали поэтому пришли мест свободных нет но как бы мы согласны подождать для того чтобы все таки осуществить сегодняшние наши поэтому не сейчас но потом мы здесь отобедаем но сегодня это примерно через полтора часа будет так что ждем ну вот друзья пока мы ждем нашей очереди нашей брони так сказать мы решили прогуляться по летскому саду смотрите как забавно детская площадка а здесь бабушка сидит и ждет внука вот это собственно говоря то ради чего я сюда пришла салат с теплыми баклажанами каждое из массы ела в прошлые разы и все по-разному запомнили его название у меня был вариант что это салат из трех помидоров ну а Даша правильно ну куда она живет здесь и имела счастье бывать здесь сказала название правильно а для меня название вообще не имеет значения я помню я полагаю это так же вкусно так же вкусно как и в прошлый раз да Нина это так же вкусно а у меня салат с вяленой уткой это там типа фирменный салат прям такой смотрится интересно и там и авокадо и попробуем друзья ну это прикольно это вкусно и что мне больше всего нравится здесь сервис абсолютно не изменился вот как 2 2 года назад и обстановка такая же ну и видите место популярное вкусно мне очень нравится еще один фаворит местного меню это курица кунг пао ну если салат из теплых баклажанов практически не изменился хотя мы сейчас повспоминали все таки нашли 3 отличия в нем я чуть позже о них скажу то курица кунг пао она совсем другая вкусная тоже вкусная ну блин совсем другая я ее помню не такой что изменилось в салате во-первых нарезка стала более крупная во-вторых прежде там использовалась несколько видов помидоров в том числе и желтые были помидоры чеи помидоры красные помидоры желтые в этот раз один вид только красный крупный помидоры ну и Миша настаивает что не было вот этой зеленушки по-моему зеленушка была я помню ее но она была какая-то немножечко другая в общем тем не менее вкусно но вот время идет меняется и немножко грустно от этого становится просто помнишь как было как было классно и идешь сюда вот за тем чтобы еще раз повторить а оно вот на 100% не получается повторить от этого немножко вкусно потому что после вкусного обеда по закону Архимеда чтобы жиром не заплыть надо на Баумана сходить вот мы пришли на улицу Баумана сегодня понедельник но все равно народу видимо невидимо а ну вот музыканты здесь есть можно постоять послушать если вы смотрели прошлый сезон наших путешествий то тоже бывали на улице Баумана и знаете точно что это одно из мест притяжения всех туристов это пешеходная улица местный Арбат между прочим на московском Арбате последние два года как мы туда не придем так скукотища не музыкантов одни художники и едаем вот и выбирай а здесь та жизнь кипит предлагаем вам убедиться в этом самим а здесь а здесь а здесь Закрой со мной дверь, я ухожу, Меня ждет на улице, на почте. Закрой со мной дверь, я ухожу, Если тебе вдруг наскучит твой ласковый свет, Тебе найдется на стол у нас, Дождя хватит на всех. А здесь вкусняшки, замок сладостей. А вот мои две сладкие дамы. А вон старый наш знакомый Казанский кот. Если будете в Казани, обязательно погладьте ему пузико, как заманчиво. Друзья, как видите, на улице Баумана движуха полным ходом. Ну, в принципе, подробно я об этом рассказывал два года назад, и ничего не меняется, и это хорошо. Музыканты играют, художники рисуют, настроение прекрасное, много всяких разных лавочек, и это замечательно. Но мы сюда приехали не просто так, а именно по делу. Нам нужно купить гостинцы друзьям. Да, друзья, в первый день и сразу за гостинцами. Ну, мало ли, вдруг деньги закончатся. А так можно купить хорошие подарки. Покупаем мы гостинцы вот в этом магазине. Как говорит Даша и Дина, здесь самые прикольные вещи. Я с гостинцами. Что купил, конечно же, не скажу, иначе не будет сюрприза. Вот и заканчивается наша прогулка по Баумана. Мы выходим к Кремлю. Там есть смотровая, можно посмотреть на вечерний закат, например. Но мы уже поедем домой и встретимся с вами, скорее всего, завтра. ЗАВТРА